корейской клавиатуры нет корейской клавиатуры нет он сидит бедный на ощупь да не пишет резюме на работу тяжело что этот данил накалякал 5 строчек вот как пишут видите у нас резюме далее сегодня едет 4 часа на собеседование написал повернитесь к нам запомним этот день ой какая жара блин ужас душегубка окна пока чуть-чуть уж пиджак снятия даника неудобно да в туфлях она только да не любит у нас когда дани долго нет он приходит ее на руки берет она как забывает смотрит или длинно так вот вот его голос слышит куда пошла избалованная какая это дани из зовет она сразу вот пожалуйста песни прям поет позови даника надоел она хочет ее на ручки взял скоро даня на работу выйдет я тебя быстро воспитаю луна так она любит в коробке залазить в шкафы прячется там убегает полкил а один килограмм да сегодня мы решили жарко ничего не варить а обедать готовыми мандушками мандушка там столько блин комментариев мы как-то делали что-то наподобие фельмений манты мало оказывается вот они какие все равно любят дачные кусок льда значит размораживали уже почему размораживали а говорят когда вот лед это значит уже были разморожены опять заморожено вот эти манду называется ван ван это значит большие великие огромные здесь мясо зелень они обычно кладут лук и вот этот джусай как он называется по-корейски йомди у нас да как дикий чеснок потом крахмальную лапшу добавляют сыр тофу в общем там целая куча потом приготовятся покажем на что в разрезе да и они вот видите большие поэтому не называются ванна такие как маунты наш попробуем ну все просто на пар и сколько там их надо семь минут шесть-семь минут надо их парить мало так чтоб не прилип так сорок четыре минут это значит да 11 13 а это варить если ты варишь их можно варить в воде а если паришь вот 11 минут хорошо ладно а мы засечем время когда вода закипит вот их можно видите в пароварке парить и можно корейцы готовят суп из них добавляют в бульон кстати бульоны продаются готовые в магазинах мы никогда не берем а наверное они вкусные а вот состав лук мясо капуста и какая-то зелень где-то свинина это сыр тофу я хочу это белокочанная капуста пучу это вот этот джусай и я че это зелень ой как мне нравится не надо ничего кушать варить не надо руки пачкать я готова каждый день и папа их не любит ну и что что не любит я тоже не люблю кое-что то что он любит но я же ем сейчас закипит потом засечем время хорошо вот я думаю где-то ровно в час уже будет готова как раз сейчас 15 минут пока закипит две минуты 13 минут будет нормально так упала и едет я говорю Коля смотри смотри точка как у меня это ты про что рассказываешь а про коляску сегодня говорю глазной вот мне тоже можно когда сильно тяжело ходить можно коляску с собой брать потому что одна женщина сегодня в больнице да точно такая же и цвет такой был приятный единственное от этот багажный отсек отличался вот может быть скоро выпишем мне тоже потому что моя коляска уже как она сказать как на шарнирах я расшатана и тяжело стало управлять ну конечно ей уже сколько 6 лет с лишним так вот вот мы достали наверное надо их постирать расскажи вам про эти зонтики людям интересно у нас вот такими они раньше я вообще не встречала может быть сейчас пользуются ой посмотрите какие красивые вот этот зонтик многие тут пользуются вот сейчас уже это зонтик не от дождя от солнца от солнечных лучей и вот здесь вот в Южной Корее в Японии очень они популярны да ходят а у нас там мы не пользовались да сейчас может быть я одна пользовалась ну ты отсюда потому что я тебе купила мне это привезли скорее дочка мне купила по моему да и я одна на базар ходила везде ходила все смотрели да единственное неудобство что рука одна замка и приходится в одной руке только вот такой правда симпатичный зонтик да вот подожди не крути вот он грязный видите уже это пятна ну не надо грязь показывать нет я имею ввиду я его достала вот видите он ну ему сколько лет уже и мои подружки лет пять они мне там в Казахстане очень завидовали что такой зонтик и говорили как такой зонтик приобрести как такой зонтик приобрести может быть сейчас уже появились вот видите как они шли и таких зонтов разновидностей и черный белый ну короче всех цветов цветные всякие высшитые это вот мой зонт а еще у нас был розовый он сломался такой красивый тоже нежный был а вот это вот старый твой покажи твой маму сейчас покажем они легкие что друзья что я хочу сказать какой то сатин ткань видите дышащий мои подружки они завидовали тебе нравится когда тебя завидуют да я могла бы конечно им помочь но вся беда в том и это ответ на многие вопросы наших подписчиков ой я бы хотела купить вы не могли бы нам прислать дело в том что во первых дорогие друзья в этом поселке в городке маленьком где мы живем даже почты нету в соседней надо когда мне нужно было документы отправлять в казахстан пришлось моему внуку ехать туда специально это не близко это во первых во вторых но это не главная причина я могла бы но главная причина что здесь вот эти почтовые услуги пересылки очень дорогие международные да за несчастный конверт с документами с моего внука содрали шестьдесят пять тысяч вон ну там он ну если на вес около пятидесяти долларов чтобы люди да около пятидесяти долларов на вес этот конверт я так думаю ну сто пятьдесят двести может быть там мы документы грамм да отправляли документы и ксерокопии сразу мы здесь сделали отправляли вот и когда я спросила Дима сколько ты заплатил он говорит шестьдесят пять тысяч я раньше еще слышала что почтовые услуги здесь обходятся заплатить в три-четыре раза дороже чем содержимое этой посылки не ну смотря что ты посылаешь ну все равно хоть что посылаешь я помню что даже вот многие эти кореянки хотели бы чтобы мы послали отсюда например корейский костюм вот этот хангон называется да но во-первых я не берусь за это дело лишь по той простой причине что во-первых костюм надо мерить во-вторых надо угадать цветом но это да это другая уже причина а пересылка пересылка да мы сейчас очень дорогая поэтому покажи второй зонтик давайте мы его перескакиваешь ой а вот этот вообще грязный а почему ты его не постираешь или он такой цвет я уже забыла нет вроде не грязный такой бежий этот видите тоже такой сатин а здесь вообще вот какая вышивка не сатин это не natural здесь вот видите. И вот этими пайетками расшито все так вот они ходят а ну-ка исталека о дат я могу х grandes período сидеть alone рукой конечно неудобна хорошо Anne второй зонтик держать но все равно это в общем можно сейчас есть вот такие шапочки козырьки и здесь вот такой зонтик у них прилеплен прямо сверху шапки козырька такого нет как я взяла это сзади вуаль сама пришила вот так но вообще я могу тоже гулять так что мне надо его багажник тоже или ты можешь когда сесть тоже или когда сажусь я отдыхаю в тень конечно вот такие зонтики красивые мы любим вот такие однотонные а вообще они бывают да и раз цвета цветные потом у нас черные есть а бывают большие даже мужчины здесь ходят под зонтом солнечную погоду потому что очень загар сильно пристает вот такие зонтики наши мандо попарились все время вышло и сейчас мы их будем вот так как хорошо не прилипает к этой коврику кто нам этот коврик посоветовал подпишись уже сто раз поблагодарили подожди вот так еще на перевернуть скользкие прямо ускользают так ну-ка держи-ка хорошо аппетитные да они все сохранились маслом я не хочу массу тогда на вот где масло я еще не намазала вот тебе больше меня хватит ну что роба вкусные я сейчас один покажи вам что внутри люди да сейчас покажу не раз не намазываются сейчас кого-то замазывается так давайте вот так покажу вот соус мы сделали уксус соевый соус и красный перец давай внутри опять все будут писать манду манду короче свинина капуста вот этот джусай и тофу как они заявляют подожди мам не тряси не фокусируется да вот эти очень вкусные вот кто в корее живет не знает тоже сорт мы уже все перепробовали а вот видите это лапша прозрачная чуть-чуть они добавляют вот эти самые вкусные ван манду ван манду почему ван я ж только говорила ван это переводится как большой великий раньше королей императоров называли ван как у нас тоже говорили раньше ваше величество величественный короче великий ну-ка не чавкайте леди ванна постарайся корейцы знаете как едят местные особенно старое поколение они специально чавкают и этим показывают что очень вкусно чем больше чавкают тем значит вкуснее а вот баклажаны с майонезом с помидором жареным да что блин какие-то они не кисло очень вкусно мне нравится я вообще люблю манду